Привет, дружище, меня зовут Шамба, и мы геройствуем в мире мечей магии. Проходим кампанию, да здравствует королева, сценарий номер 3, Утёс Грифонов. И, скорее всего, завершаем как сценарий, так и эту кампанию сегодня. В предыдущей серии герои, помогающие Екатерине, отправились в земли под названием Грифон Клифф, чтобы освободить грифонов, которые там издревле устраивали гнездовья и селились. Сейчас эти земли под властью ниганских лордов и демонов, но нужно их освободить. В предыдущей серии мы захватили город под названием Стигиус, который был без защиты. Также без защиты оказалась крепость Ашкомбе. Они были с легкостью захвачены, а вот при штурме Бретони, к сожалению, погибла Валеска. В общем, нам с тобой осталось захватить 3 крепости, ух ты, даже 2 крепости подземных лордов, потому что Векс захватил Сальмир и вернулся к себе обратно. В общем, остался Лордстхолд, неизвестный замок, а нет, известный, Эвернайт. И какой-то город вот здесь. Ну, в общем, это недолго. И самая главная цель сценарии это захватить 7 башен грифонов. Как понимаю, они находятся на севере, в горах. Вот здесь. В общем, как только захватим Сиа-7, то сценарий закончится и мы победим. Итак, продолжаем. Кейтелин. Кейтелин может сейчас что сделать? Во-первых, захватить город, который здесь рядом. Для этого нужно выехать из этого тупичка. Плюс у нее, конечно, армия не самая боевая, поэтому может стать проблемой. Ифритов победить я смогу? Нет. Потому что они разделятся на группы и меня победят. Давай у Тиреса заберем войско, чтобы хоть кто-то был в армии. И потом двинемся на север. Как-то вот так вот разделим. Хотя, этих товарищей я, пожалуй, уберу, потому что они тормозят. С другой стороны, здесь скорость 4, а здесь скорость 4. Невелика разница. Зачем я это сделал? Вот тут у меня ингэма. Даже не знаю, чем занимается. Может захватить себе дубину свирепого Угра. Я думаю, он способен одолеть этих лордов-минотавров. Можно еще группу рогатых демонов разогнать. Давай это сначала сделаем. Не согласен с такими потерями. Они мне не нравятся, меня не устраивают. Цепной молнии нет, увы. И все прячемся на севере. Сейчас они скучкуются. И будет все замечательно. Но они это не хотят делать, засранцы. Огненный шар не такой большая площадь. Максимум я двух задену и толку. Хотя можно. Защита. Тюк. Победа. Эти синдуки кто-нибудь потом подберет. Пошли к аминотаврам. И завершаем ход. Правильно? Или я могу что-то построить? Да, могу. Давай строить конюшни. Чтобы герои могли вернуться в тот же киллдар. Купить лошадей и быстрее перемещаться. А здесь, ну не знаю, кузницу. Чтобы выйти в муниципалитет. Здесь рынок. Чтобы обменивать ресурсы можно было. Здесь тоже рынок. И здесь префектура тогда. Вообще стройка сейчас совершенно не обязательно. Потому что соперник уже мне проиграл. У него нет шансов. А завершить ход, да? Вот, появились пару лордов. С ними сейчас расправится Сальмир. Просто использовав портал города. Векс. И отправившись на север. И далеко. Там Малекита не успеет. Жалко пространственных урад нет. Ну ладно, мы поскакали. Мне кажется, я мог бы... Так, где мой город? Отсюда спуститься здесь вниз. Захватить этот город. И гораздо продуктивнее все сделать. Но что-то пошло не по плану. Далее Йок собирает сундук. Забирает птицу. И отдает ее этому товарищу. Через три хода. Грэхак забирает сундучки. А давай брать опыт. Все равно золото мне сейчас особо не нужно. Становится мудрым экспертом. Подбирает колечко еще. Нагаш. 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 Кстати, лучше ты давай захватишь город. Потому что там будет опять же толпа. А с другой стороны толпа у Екатерины. Чего? Эй. Я не тому армию отдал. Так, а ну-ка забери. А то бы я сейчас пытался напасть на город с такой армией. Тири, собираю сундуки. Так, забыл, что беру опыт. А, лидерство. Логистика. Нагаш тогда может отправиться сюда. Зачистить территорию. А Кейтелин двинется на север. Попробовать гарпий побить. Да как это не хочется с одной стороны. А с другой почему бы и нет. Не желаю отступать. Я не проигрываю. Давай, во-первых, замедление. Во-вторых, спрячемся на севере. А потом добьем. Защита. И сейчас цепь молнии в меня попадет. Увы, один Грифон пал. Смогу ли я? Тут проблема в том, что эти товарищи могут очень быстро на меня налететь и победить. Давай попробуем. Не желаю отступать. Я не проиграю. Они же не улучшены. Они не летают на всю карту, значит это победа. Только нужно аккуратно спрятаться опять же. А цепь молнии сейчас очень неудачно может пройтись. Если не случится мораль, я победил. Защита, защита, защита. Подобрала жерелья. Это еще из Альянса Ангелов. И вот теперь проблема при захвате города у меня армии совершенно не осталась. Рогладиты, не хотите ли вы присоединиться случайно? Нет, присоединяться не хотят. Хотят нападать. Вот негодяи. Далее Инхэм разгоняет минотавров. Нет. Нет. Массового замедления, увы, нет. Тогда метеоритный дождь. Защита. Прячемся. Отличная пачка. Защита. Победа. Возьму дубину себе. Характеристики. 22 атака. Только вопрос, зачем она мне? Дайте мне лучше столько знаний. И теперь стремимся в сторону колодца, чтобы запасы маны восполнить. А здесь я могу нанять какого-то героя, чтобы, например, сюда поехать посмотреть, что там происходит. Эта таверна нет. А таверна даже не построена. Я могу нанять Соршу. Или я могу нанять Муандора. Что-то, что-то, что-то другое не особо не симпатизирует. Возьмем Муандора. Садим ему одну гарпию. Лучше у меня не получится, потому что я таверну строил. Логистика. И завершить вход. Кто-то у меня поднялся на поверхность. Еще понять где. Хейтелин, покажи карту. Хейтелин находится тут. И где-то в этой области герой вылез. В общем, сейчас поворачиваем на запад. Захватывает этот город. А оставшиеся герои просто разбиваются. А только по армии хватило. Опять тупик. А что мне мешает тут проехать? Вот сюда нельзя наступить. Только ехать в обход. Но это несерьезно уже. Муандор смотрит, что у нас на западе. Видит змей и понимает, что ему не пройти. А здесь то же самое. Значит, что он может сделать правильно? Героически уйти в закат. Сальмир. Сальмир может этот город захватить. Этот захватить. А в итоге ему перемещения не хватает ни туда, ни туда. Значит, что портал города в Бретонию. Потом в подземку. И да, я успеваю. Так нужно было в предыдущий раз сделать. Но я как-то не сориентировался. Тогда отсюда можно направиться вот сюда. С другой стороны, если Кейтелин возьмет город, опять же, можно открыть туда портал. Потом спуститься в подземелье и по-быстрому захватить крепость. Далее Йог везет по-прежнему Голубку. Дай-ка я этого орка выгоню. Он меня тормозит. Тысяча опыта. Подбираем остатки роскоши. Нагаш. Нагаш туда не смог поехать. Бьем созерцателей. Надеюсь, что бьем. Они не они меня. 90 единиц урона. Сколько здоровья? 22, то есть 110. Ну, в целом, неплохо. Защита. Защита. Зато всю ману потратил. Почти. Как этого товарища призраки добьют? Не хватает. У них 110 здоровья. Когда молния. Подбирать нечего, но подходить сюда близко я не хочу. Вдруг на меня кто-то нападет. Магия восстановлена. Замечательно. Поделим скелетов. Кто-нибудь подберет это. Давай заберем шахту. Вторую. Может подобрать, например, Тирис. Более она ничем не занята. Инхэм бьет бесов. Надо их столпить где-то. Все в один угол. Кто-нибудь подберет. Все в один из них. Все вышли. Все в один. почти собрались так как надо ну ладно так добиваем и пью из колодца теперь и скорпикоры наверное я вас одолею опять же с помощью магии не желает ступать нет да опять делаем кучу врага потом используем метеоритный дождь защита защита великолепно еще больше силы магии потом подберем сила магии 22 копейчиков уже осталось 10 то когда-то не ко мне присоединились было 46 кажется завершить ход да там в рух враг крови лесик тысячи опыта будет продвинутая магия огня можно посетить библиотеку просвещения но это я не особо и надо эх малекит далеко до тебя покупаем лошадей и сейчас будет огромный вопрос может ли кайтелен это захватить я честно говоря не хочу ее терять она владеет воскрешением она владеет воскрешением а призывом и призывом значит мы как-нибудь отобьемся засада не желает ступать главное чтобы меня за один ход не побили а в остальном разберемся так начинается великий призыв ну огненных элементарий не часто такое конечно призывая но другого выбора нет гляньте вперед защита защита потом нужно будет одного своего товарища воскресить и главное чтобы еще манная на это осталось еще еще Проверил на всякий случай достанут ли гарпии до моих воскрешенных отрядов или нет кстати очень странно что вот эти элементали огня не летают а именно ходят они не могут перелететь вот здесь им нужно облетать кругом а давай-ка воскреси защита ах ты чтоб тебя а ну замедление защита 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 воскрешение не долетает супер победа базовое лидерство пусть будет 1500 монет этот город мой к сожалению мне здесь ничего не построить тогда кейтлин может вернуться в свой центральный город там нанять хотя бы какое-то подкрепление для вида давай построим ресталище будет хотя бы относительно быстрое подкрепление и живучее причем в это время сальмир открывает тоже портал города а как этот город называется что я захватил коллегстон точно неприятная история смотри около бритонии в двух шагах были подземные врата коллегстон казалось бы тоже в двух шагах должно быть но нет тогда купим себе лошадей разгоним глаза и спустимся по землю я даже не знаю возможно из бритонии было и ближе далее йог отдает птицу счастье или 100 а у него птица проницательности это в другую сторону ехать они просто похожи далее тут забираем лесопилку забираем сундуки нагаш берет руду манна полная я думал заезжать за этот колодец или нет далее тирис сундучок кристаллы поехали за серый кейтлин купила двух садников она конечно может подождать чтобы их улучшить это даст лишь скорость да и скорость у них относительно адекватное по сравнению с этими парнями завершить погодожди ингом ты чем у меня здесь занимаешься это моё завершить хода около сальмира засуетились вражеские герои вот куда он подался ягер ягера я смогу победить двух ангелов хочет ты что с ума с что ли сошел проблема вот эта вот штука ударит бам-бам-бам-бам и в меня прилетит так что лучше просто молнию использовать ждем а вот теперь нужно подлечить защита мы попробуем нарезать больно враг может кинуть молнии и сбежать сколько лечит сила магии умножить на 5 плюс 10 16 умножить на 5 это будет восемьдесят плюс 10 90 мало ангел умрет я его смогу воскресить если враг не сбежит лечись отлично враг сбежал супер а теперь спуститься по землю побить янову этот товарищ тоже сам как-нибудь разобьется для этого давай здесь наймем какой-нибудь героя и построим ой форта даже нет да серьезно сорша или клэнси у клэнси армии не будет правильно да значит сорша сорша и форт ну либо можно было например кейтилен сюда отправить чтобы она победила соперника это я думаю даже проще было бы вот так лост холд и в атаку до свидания мой враг далее йог отдает птичку хо-хо-хо-хо вот это награда экспертный орлиный взор мне кажется это не награда это какое-то проклятие нет спасибо спасибо тебе товарищ провидец но нет мне такое не нужно аллегра хак забирает сундуки становится мощнее правда неизвестно зачем так можно тут еще одну птицу подобрать анагаш разбирается с траглодитами я сказал разбирается они умирают отлично и толпа защита немножко скелетов мне попортили я думаю что три призрака смогут победить четырех траглодитов но увы победа трех потерял 21 по отнял но с вами сражаться я не хочу но и где здесь легендарные на горе гриб фон здрасте алема здрасте алема а смогу ли я тебя победить а демонов много нагаш не знает эксперт на землю поэтому желательно убежать в клэкстон да просто бегу в ближайший город инхэм ты знаешь эксперт на землю а не знает может клэкстон отправиться и там нагнать аглема и и победить но опять же у него армия достаточно странная здесь у нас гарнизон забираем шахту почему бы и нет далее через подбирает серу что она может еще сделать забрать тут серную шахту а далее чтобы здесь построить монастырь пусть копятся отряды я сейчас подумал о том что например может башня грифона быть защищена большим отрядом и тогда мне придется заново отстраивать все постройки это очень долго и мучительно будет по времени поэтому давай избежим это к чему мне нехватка дерева катастрофическая возможно из-за того что я строил всякие конюшни прочее теперь точно дерево должно хватать а то золото все закончится завершить ход дан да получается скорее всего каждая башня защищена таким гарнизоном плюс тут стоит всякие рашки и всякие алемы которые защищают проход ингам вот даже не знаю стоит ли сражаться ингам конечно молодец он силен но давай рискнем хода не хватило супер а тут чего можно сделать а с альмиром захватить вражеский пустой город ну отлично почему бы и нет еще один вихрь манны чисто ради удвоения глянем что вокруг не успеваю когда вернуть город лучше на каш может увеличить характеристики купить коня разобраться например с демонами сери забирает серу и больше ей делать особо нечего разве что найти сопровождение и помогать подбирать ресурсы кейтлин стоит по центру и думает куда ей отправиться тут есть еще один какой-то провидец но мне кажется он опять попросит принеси мне какую-нибудь ерунду я тебе замен этой ерунды дам еще одну победа глиф доблести наверное силу магии теперь денег не хватает завершить хода ага на тирис напали а тирис может справиться у нее два арбалечика и здесь товарищ который владеет магией пам тирис пала но за тирис тогда отомстит нагаш прощай малекит я не понимаю как я здесь мог проиграть можно спуститься по земле но как-то и не особо нужно накидка кристаллов орда отогреладитов давай нападем чтобы потом поднять орду скелетов не согласен массовая защита чуть было не нажал армагеддон защита не знаю почему рука так и тянется к армагеддону победа плюс 21 скелет супер понимаю вот эти товарищи с места не сдвинуться а что если я их просто победил у них ничего не останется они должны будут исчезнуть небесное око что вот это такое а это открытая карта я немного забыл что небесное око показывает местоположение но не показывает карту ну получается у врагов больше городов нет они сейчас будут пытаться разбиться самоубийцы и все что там по а прошло 35 минут но нормально здравствуйте джейдит оранжевый игрок покидает этот мир замечательно грехак освобождает еще одну голубку и попробует ее отвести скорее всего за нее я получу навык удачи экспертный который просто мне невероятно нужен собираем ртуть пошли за самоцветами иных им сразиться с рашкой да это опасно да я могу проиграть сюда я наверно проиграю но я хочу попробовать не желает ступать нет с другой стороны я очень силен у меня есть заклинание воскрешение если что я кого-нибудь могу поднять и сейчас использовать тот же берсерк почему бы нет мах гаденыши своровали ман ну вроде бесы ближе давай отбежим на всякий случай посмотрим кто кого укусит защита до жрут бесов это так чисто ради развлечения было а теперь давай станем серьезными и призовем для начала элементарий тыкнем беса в ребро уничтожим демона серьезно выжили не ожидал полетели странно благословение на элементарий действует а жажда крови нет давай кого-нибудь поднимем ой какая печаль воскрешение и сожжение странно что рашка никаких заклинаний не использует есть подозрение что него попросту книги заклинаний нет эксперт магии воздуха и красный ключник еще возможно грифоны будут спрятаны за какие-нибудь еще ключниками не знаю так сальмирыч что ты можешь сделать сюда отправляться как-то лениво книга магии земли ты особо и не нужна прямо сейчас давай отправляться на север я вижу здесь красных драконов они определенно что-то полезно стерегут а портал в клэкстон коня я по моему уже покупал как же ж долго вот почему здесь не проехать считается все равно так ближе я не знаю может конечно ближе вот отсюда например из бретонии давай оттуда попытаемся где бретонии я пробиваю весов и вот так объезжаю разве артефакты не я думал раньше что не может быть по несколько штук просто так валяться именно просто так валяться на они допустим где-то на карте валяется допустим считывал атаки гномов а потом из какого-нибудь сундука можно его еще получить но не чтобы они прямо валялись вместе не тот герой до свидания грифоны о я забыл можно сальмиру передать все артефакты чтобы он стал еще мощнее ты посмотри на эти характеристики кто же его остановить теперь объем дракона даже четырех забираем еще их короны невероятно для ускорения далее критерин смотрю что этому прорицателю нужно не желаю отступать вы что с ума сошли защита защита а вот здесь нужно быть аккуратнее а почему ты не знаешь инферно катька как ты меня надула думал она знает это заклинание логистика он рассказывает о ближайших странах 1 башня 2 башня 3 4 5 6 и 7 ну ничего страшного сложного утопия дракона не с такой же армией это не вариант тогда отправимся в бретонию попробуем нашему сальмиру отвести еще ошейник который носят критили например через того же ингама йог собирает самоцветы грэг хак везет по моему птицу да нагаш 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 не знаю просто сражается здесь а вот оно что сюда можно только посетив красного ключника проехать плюс весьма подозрительно что тут уже дьяволы и здесь нету никакой защиты плюс здесь тоже дьяволы может какие-нибудь засады меня будут ожидать мы попробуем разбить тут гарнизон а в своем главном городе портал славы строю и завершаю ход да количество жилища возросло точнее количество существ жилища так так теперь ингам передаст это сальмиру просто чудовищные характеристики и сальмир атакуют а лему странные вещи происходят защита 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 молния на тысячу уронов и я думал всех собак уничтожит тогда прячутся ангелы а что так слабо ждем нарезаем бесят базовая логистика наконец-то и коричневый игрок тоже проиграл это по моему я посещал да давай вскрывать завидев вас верхом на боевом коне страж выходит к вам на встречу и произносит добро пожаловать славный воин я предупрежден о твоем прибытии ты желаешь пройти немедля да конечно можно напасть на дьяволов а почему бы и нет не желаю отступать ох тут есть архи дьяволы ангел живет ангел живет и это главное бам попробуем его зарезать ах ты коденыш практически умер но нанес повреждений много молния так этот товарищ никуда не долетит защита защита главное что морали не случилось 98 здоровье стрелой добью опыт опыт продвинутая логистика анагаш пробьет гарнизон не желает ступать нет ну тут в гарнизоне много существ все так первый отряд пал Второй пал, третий тоже Цепной молнии нет, жалко Вот, говорил, сколько ходов Рука тянется к Армагеддону Не знаю почему Прям так и хочется нажать Армагеддон Вот опять, рука сама тянется к этому заклинанию Не знаю почему Прячемся Защита 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 За... Нет, бежим Черт, а он же меня разберет за этот ход И я подниму элементали земли, но никого не воскрешу Может они на элементали нападут в таком случае Хрясь Элементаль, убей собак, пожалуйста Ай-яй-яй-яй-яй-яй Последний Все Нагаш проиграл Самоубийство Да, Нагаш проиграл, так тому и быть Не хочу я это переигрывать еще раз Берем опыт Берем опыт Йог становится мудрецом, когда не нужно Вернемся в город Грэхак Когда-нибудь довезет голубку Даже в этот ход 50 грифонов Спасибо Можно было и раньше их мне вручить Завершить ход, да Ну и сейчас просто будем С Альмиром забирать эти Башни Если не появится каких-то жутких засад Что такое сфера подавления? Так, находится в активной ячейке Дополнительного снижения Дело невозможным использование Каких-либо заклинаний Ой, нет Хм С Альмиром только этой сферы не хватало Денечка знания Это мое Так просто То есть осталось мне пробить Раз гарнизон Два Три И все Окей Я тогда больше ничего делать не буду Просто С тобой последовательно захватим эти здания Готово Теперь опять же Врата в Бретонию Хотя нет Давай в наш главный город Чисто за лошадьми вернемся Купим лошадей Чтобы подальше перемещаться После этого можно и в Бретонию Хотя нет После этого можно В какой-нибудь Город-подземелье Удвоить манну Чтобы 260 единиц Было Это прекрасно И потом Мы уже в Бретонию Стоп Чего А Я удвоил манну Но пред Это как И еще раз Портал города Векс Ваша обычная магическая энергия Ныне Удвоена Очень подозрительно Почему в прошлый раз Сработало как-то иначе Так Теперь бьем без Завершаем ход Другими героями Я не хочу перемещаться Потому что Это будет трата лишнего времени И тут Уже все Концовка Не желает ступать Молния сейчас В меня может пролететь Я воскрешусь тогда Я даже выжил Ждем Бьем И нарезаем Землетрясение Завершить, да? Не знаю почему они сражаются Вроде как Я представителю Королевской семьи Ирафии По крайней мере Полководец Екатерины И на меня Нападают грифоны Но с другой стороны Они всего лишь Дикие звери Которые были Приручены Обучены А те которые Обитают в этом Нагоре И откуда знают Кто является Представителем Какой власти И так далее Они может Людей впервые видят Не согласен Нет Экспертная логистика просто супер Так эти дьяволы Что охраняют Сфера небесного свода Сальмиру будет полезно Не желают ступать Нет До свидания Защита Эта штука по моему Увеличивает урон от воздуха Да То есть цепная молния Будет просто Нигилировать Абсолютно всех вокруг Завершить Так еще одна башня Моя И получается Остается две Отправляемся Тогда в Клэгстон Можно было бы Конечно Лошадей купить Но ладно Потом еще вернемся В главный город Я победил Хорошо Теперь в главный город Килдар Завершить ход Я должен буду купить лошадей Да вот лошадей я купил Примещение увеличилось И теперь отправляемся В Клэгстон И потом доедем До финальной башни У меня не было заклинания Полет Нет А то я как бы Протупил Мог бы просто Перелиться через весь этот лес Так сколько бьет Цепь молний Две с половиной тысячи урона Великолепно Тянется так рука Жаль Сальмир Не владеет Инферно Сейчас бы Очень хотелось Боевое использовать Победа Давай разведку Карифоны Почему-то сражаются Не разбегаются Итак Тоже победа И последняя башня Поздравляем Ваш флаг Реет над каждым Жилищем Победа за вами Вот так Ну допустим Сириес Ух ты по-русски Время 158 Сверхсложное Архангел 158 Потому что В предыдущем Сценарии Я очень долго Колесил Чтобы Осмотреть все Постройки И так далее А почему Финального ролика Нет Это как-то Меня тоже Расстраивает Странно Но действительно Финального ролика Не для этой Компании И следующий Будет тогда Темница и Дьявол И давай посмотрим Что будет нас С тобой ждать А никогда За свою историю Иерафии Седвик Не покорялся Врагу Сегодня Мы положим Этому конец Больше Иерафия Не сможет Указывать Нам во что Верить И чем Торговать Факт Неожиданности Сыграет Нам на руку Победа Не за горами И так Наконец-то Игра За мою Любимую Фракцию Инферно Инферно В целом Моя любимая Фракция Если она Присутствует В какой-либо Игре И присутствует В адекватном Виде Но в Героях Третьих Я не сказал Что Эта фракция Достаточно Адекватном Виде Но тем не менее Так Давай Выберем Бесов И просто Посмотрим Заставку На юго-восточном Берегу Иерафии Обитает Множество Эльфов Их войска Усилены Зелеными И золотыми Драконами Исконными Обитателями Тех мест Прежде чем Мы сможем Захватить Эти территории И пойти Войной На Стедвик Драконы Должны Быть Уничтожены Наши Союзники Криганцы Из Эофола И спросили Чести Выполнить Эту миссию Криганцы Яростные Воины Резня Придется Им по душе Получается Рассказчик Из Нигана А тут Нам показывают Архидьявол Ну ладно Это будет Все В следующей серии А на сегодня Спасибо тебе За просмотр Если понравилось Ставь лайк Оставляй комментарий Подписывайся На канал Спасибо И пока